В плену стихии. Европейский континент завалило снегом. А какая обстановка в стране, области и городе? Про возможные погодные катаклизмы региона? Уже буквально через минуту. Но главные итоги понедельника подводят наши корреспонденты и я, Вероника Соколова. Смотрите сейчас. Что оказалось прочнее, немецкое железо или белорусский железобетон? С места резонансной аварии, выяснял Аванес Степанян. Пенсионные договоры расширят, фриланс узаконит, а систему платы бюджетникам пересмотрят. Что еще поменяет в трудовом кодексе? Броски и захваты. Бобруйский прошел один из старейших турниров в Беларуси. За сильнейшими наблюдала и Мария Бересневич. Любовь к белорусским мотивам прививал Бобруйский ансамбль Спадшина. За виртуозной игрой юных музыкантов следила Анна Самак. Накрыло. Вчерашний снегопад в российской столице стал самым сильным за последние полтора века. Метеорологи уже успели назвать его аномальным. Впрочем, в Минске ненастья такого масштаба в ближайшие дни не предвидится. Но мокрый снег, шквалистый ветер и метели все же затронут отдельные регионы Беларуси. Недаром, впрочем, говорят – предупрежден, значит вооружен. Какая ситуация в Бобруйске сегодня? И готовы ли спецслужбы выдержать удар стихий завтра? Елена Кутузова пока еще без пробок проехала по городу и оценила ситуацию. Главный новостной повод прошедших выходных – сильнейший снегопад в Москве и области. За два дня выпало больше месячной нормы осадков. На всех основных магистралях пробки в аэропортах задержано более 100 рейсов. К счастью, в нашей стране такого количества осадков не наблюдается. В Бобруйской предикадной норме в 12 выпало 20 мм снега. А на ближайшее время синоптики прогнозируют слабую метель, гололедицу и порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью – 7-12, при прояснениях – 13-18. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится. Непривычно комфортное начало года снова сменилось похолоданием. Сегодня медики предупреждают – при планировании прогулок одеваться теплее. Если замерзли, лучше зайдите в магазин или кафе. При употреблении спиртного незамедлительно езжайте домой. По статистике, самые тяжелые обморожения у тех, кто был, так сказать, под шофеем. Первая помощь в домашних условиях элементарная – как минимум согреться. Не надо растирать. Не надо брать снег и растирать эти пальцы, уши, щеки, нос. Надо просто согреть сухим, теплым. Со снегопадом круглосуточно сражаются коммунальные службы города на борьбу с капризами зимы. Сегодня вышли 160 человек. Задействовано более 50 единиц спецтехники. За 48 часов высыпано без малого 90 тонн песко-соляной смеси. Дороги все в городе расчищены. Занимаемся вывозом снега, который нападал. В первую очередь, конечно, обрабатываются и очищаются мосты, путепроводы, остановки. По информации госавтоинспекции, в выходные обошлось без всплеска аварий. Сегодня дорожная обстановка под особенно пристальным контролем ДПС. ГАИ рекомендует водителям не совершать опасных манёвров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не оставлять транспорт на проезжей части, чтобы не затруднять работу коммунальников. В данном случае эти транспортные средства будут эвакуированы, либо переставлены для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд. Пока большие морозы не пришли в Бобруйск, но специалисты Красного Креста уже, как говорится, во всеоружии. Пластиковые стаканчики, еда быстрого приготовления, пряники, сушки и чай двух сортов. Как только минус, резко уйдёт вниз. Волонтёры поспешат на помощь. Вся категория уязвимых жителей города нашего, плюс гости, кто посетил наш город, они могут подойти и угоститься нашим горячим питанием. Бобруйск по традиции подхватит республиканскую акцию «Морозы». Точки Красного Креста будут располагаться на трассах и в местах массового скопления людей, в вокзалах, рынках и центральных улицах города. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Относительно спокойно иметь обстановка, между тем, не панацея от ЧП на дорогах. Очередная авария произошла в городе в канун выходных. На этот раз одним из участников инцидента стал дорожный столб. Аванес Степанян разбирался, как так вышло. Обильные снегопады, сопровождаемые оттепелью и морозами, доставили немало хлопот бобруйчанам и особенно водителям. Одна из самых резонансных аварий произошла возле 4-й школы на улице Карла Маркса, где «Опель Вектор» не поделил дорогу сперва с минивэном «Форд», а затем со столбом линии электропередач. К счастью, пострадавших в ДТП нет, но авария принесла немало неудобств жителям близлежащих домов. В результате ДТП на улице Карла Маркса, 133, повреждена железобетонная опора воздушной линии электропередач. Обесточены порядка около 100 жилых домов частного сектора. В госавтоинспекции уже предварительно определили виновника данной аварии. Водитель автомобиля «Форд», двигаясь по улице Карла Маркса, в районе дома номер 143, совершил столкновение с автомобилем «Опель». Данный водитель не убедился в безопасности маневра и начал обгон. После чего, после данного столкновения, автомобиль «Опель», в свою очередь, столкнулся со световой опорой номер 4. Водитель минивэна «Форд» привлечен к административной ответственности. Возможно, ему также придется возместить ущерб, причиненный бобруйским электросетям. А это, по предварительным данным, порядка 400 рублей. Аванес Степанян, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Проходы, туши и захваты. Один из старейших турниров в стране, который становится стартом для юных представителей греко-римской борьбы, прошел в Бобруйске. В 38-й раз подряд. Как уложить соперника на лопатки и стать абсолютным чемпионом? Мария Бересневич уточнила у самих силачей. Паше Глюнчуку 16. 10 из них он занимается греко-римской борьбой. На его счету уже много ярких побед. Воспитанник столичного училища Олимпийского резерва на этом турнире не впервые. Три года подряд спортсмен приезжает в наш город встретиться с сильнейшими. Как раз перед комментарием на камеру Павел мастерски уложил на лопатки соперника. Впрочем, как уверяет сам борец, на этом он останавливаться не собирается. Хочу в этом году поехать на Европу и на мир и там быть первым. Повороты, броски и туша. На ковре спорткомплекса «Спартак» встретились борцы из училища Олимпийского резерва всей страны. Один из самых старейших турниров в Беларуси. В памяти генерал-майора танковых войск Бориса Бахарова собрал без малого 200 участников, а значит 22 команды. Для некоторых состязания в Бобруйске стали в прямом смысле судьбоносными. Здесь идет просмотр, отбор сборную команды. То есть основная задача – показать себя, справиться с собой. Благодаря турниру победители становятся претендентами на поездку на чемпионаты мира и Европы. Дать профессиональный совет и поддержать юных участников приехали и именитые спортсмены Беларуси. Олимпийские призеры Афин и Пекина Вячеслав Макаренко и Михаил Семенов. Это опыт для ребят. Отсюда начинаются олимпийские медали, медали с чемпионатов мира и Европы. Я когда-то сам, когда был маленьким, сюда приезжал в этот город и на этих соревнованиях выступал. Среди бобручан победителями стали Дмитрий Кравченко и Александр Хазанов. В копилке наших спортсменов также одно серебро и четыре бронзы. Сильнейшими все же оказались ребята из столичного училища. В их числе и Паша Глинчук, который, кстати, взял золото. Мария Берестевич, Павел Зуев, Бобруйск, 360. Трудовой кодекс перепишут. Могилевская область ставит рекорды по инвестициям. Бобруйские разработчики продолжают поражать. Чем на этот раз? Далее обсужда самых заметных заголовков в городе и стране. Минтруда подготовила проект изменений в трудовой кодекс. Сейчас он находится на рассмотрении в правительстве. Так наниматели смогут переводить работников при их согласии на другие предприятия. Специалистам, которые находятся в трудовом отпуске, предоставят возможности работать по совместительству в полный рабочий день. Также предлагается узаконить деятельность фрилансеров. А Беларусь в перспективе может заключить пенсионные договоры с Чехией, Польшей и Эстонией. Это сохранит пенсионные права при переселении на место жительства в другое государство. Кроме того, эти самые пенсии обещают повысить. Поставлена задача восстановить соотношение размера средней пенсии по возрасту к средней зарплате до уровня 40%. Также пересмотрят систему оплаты бюджетникам. Для усиления социальной защиты работников с 1 января повышен размер минимальной заработной платы. Сегодня она составляет 305 рублей. Могилевская область за последние пять лет привлекла около полутора миллиарда долларов иностранных инвестиций. 950 миллионов из них прямые. Такой большой объем денежных средств привлечен в область благодаря созданию благоприятной инвестиционной среды. Не случайно область в числе лучших регионов в республике по созданию условий для ведения бизнеса. Сегодня в регионе реализуется около полусотни крупных инвестиционных договоров. А свободная экономическая зона Могилев стала драйвером роста инвестиций в экономику области. Регион развивает торгово-экономические отношения со 116 странами. Только за прошлый год география экспорта расширилась на 9 новых рынков. Сальдо внешней торговли по итогам 2017-го приблизилось к 1 миллиарду долларов. Это один из лучших результатов в стране. На Бобруйском машиностроительном заводе собрали первый насос в недавно освоенной линейке для перекачки нефти и нефтепродуктов с жиженых углеродных газов. От своих предшественников новые изделия отличаются повышенной надежностью и более низкими расходами на обслуживание. Символично, что собранный агрегат отгружается в адрес Астраханского завода, одного из крупнейших в мире газохимических комплексов. Его мощности позволяют ежегодно добывать и перерабатывать до 12 миллиардов кубометров газа. Заказы от такого предприятия – признание высокого качества выпускаемой на Бобруйском заводе продукции. Кроме того, крупную партию электронасосных агрегатов заводчане готовят к отправке в адрес нефтеперерабатывающего завода в Туркменистан, крупнейшего в Центральной Азии. Общее количество заявленных к поставке агрегатов – более 60 штук. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выходить на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Ударили по струнам или пиар-ход городских цимбалистов? Титулованный ансамбль «Бобруйска» собрал зрителей без повода, чтобы в очередной раз порадовать и удивить. Кто предпочитает легендарные мотивы современным и может ли самобытный инструмент быть модным? Наша съемочная группа тоже заглянула на мероприятие. Десятки пар любопытных глаз внимательно смотрят на сцену. Ансамбль цимбалистов «Спадшина» дает очередной концерт. В прошлом году коллектив отметил десятилетие. Сегодня продолжает радовать зрителей. Репертуар самый разнообразный. От произведений белорусских композиторов до классической музыки и народных ритмов. Либертанго, кубинский танец, мазурка. Знакомые с детства композиции как способ привить любовь к белорусской культуре и музыке. У нас традиция. Мы пропагандируем белорусско-народное творчество именно в средних учебных заведениях, общеобразовательных. Маленькие музыканты давно привыкли к частым концертам. Их не пугают взгляды шумной толпы. Александра Кучинская в коллективе чуть больше года, но уже не может точно сосчитать количество выступлений. Решила заниматься музыкой случайно, увидела объявление в газете. Теперь же не сомневается в своем выборе. Я не жалею о том, что я пошла на цимбал, и мне это очень нравится. Зал поддерживал юных артистов аплодисментами. Программа оказалась насыщенной, и всем пришлась по вкусу. Деткам понравилось, я думаю. Им нужно нести это с самого раннего детства, потому что дальше, чтобы для развития культуры, все-таки должно это как-то воспитываться. Ангелина Дикуна, Анна Самак, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Две деревянные палочки с колотушками. А такие чудеса, песни, сильнее книг. Ну а такими итоги уходящего понедельника увидели наши корреспонденты и я, Вероника Соколова. Больше новостей на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!